Всем привет! С вами Ольга Чернова и мои вот эти краткие видео обзоры разных сортов томатов. Я вам описывала и сибирское яблоко, и кенигсберг, и уральские ранние, и скороспелкие средние. Вот сейчас мне попался на глаза снова ранний сорт. Это томат взрыв. Это именно для тех, кому нужен ранний урожай, кто хочет пораньше получить спелые томаты. Написано ранний спелый, 100-105 дней от сходов до плодоношения, сорт для выращивания в открытом грунте. Рекомендован для зон неустойчивого земледелия. Растение низкорослое, высотой 45-60 см, плоды округлые, слаборебристые, средней плотности, вкусная, масса плодов 100-150 грамм, первых до 250 грамм. Ценится заранее дружное созревание, благодаря чему успевает отдать урожай до массового появления фитофтороза, не требует посынкования или посынкуется умеренно, вынослив к неблагоприятным погодным условиям. Холодостой и засухоустойчив, устойчив к вершинной корневой гнили, использование универсальное. Урожайность одного растения 3 килограмма, тут посев на рассаду, высадка грунт. Все, описание закончилось, сейчас скажу я от себя. Вот это действительно тот вариант, который, он небольшой, 100-150 грамм. Ну там первые, может одна помидорка будет крупная, остальное будут вот такие средние томатики, примерно такой же, как сибирский скороспелый, вот как белый налив, они крупные не бывают, он невысокий, 45-60 грамм. Ничего ухода никакого не требует, его можно не привязывать, не посынковать, по принципу посадил и забыл. Конечно, вкусом они вот эти ранние сорта не дотягивают до мясистых, крупноплодных, которые будут поздно. Но зато он будет у вас рано, если вы посадите в оптимальный срок, уже можно в конце июня, начале июля кушать первые плоды. Именно для раннего использования. Вы утолите свой вот первый голод, а потом уже дождетесь крупноплодных. Но это сорт раннеспелый, он не ультраскороспелый, он идет второй ступенью. Есть те, которые поспевают еще раньше его, вот будут сначала ультраскороспелые, потом уже вот эти, и потом уже крупноплодные. Я еще раз повторю в каждом ролике, говорю, что каждого вот этого класса, или ультра, или просто скороспелый, ранний, у вас должно быть на участке хотя бы по несколько кустов, чтобы у вас был полностью конвейер, поспевал томатов весь сезон. Вот этот томат-взрыв самый непрохотливый. Вы слышали, я читала, что и холодостоек, и засухоустойчив самый идеальный вариант для занятых огородников. Посадил и забыл. Его ничего не может убить, ни от чего он не погибнет. Но вот в прошлом году его у нас убил только град. У нас был ужасный град, все перемесило, конечно, ничего там не осталось. Но если бы града не было, то он вырос в любом случае его. Вот, томат-взрыв для холодных регионов, для регионов с коротким летом, или просто для раннего получения урожая. До свидания, с вами была Ольга Чернова, краткий обзор томатов взрыв.